это по-моему одна из самых простых бизнес идей на самом деле почти весь цикл можно делать дома на кухне вот по этому же принципу некоторые производители делают хотя это запрещено привет сегодня о том как сделать вкусную закуску к пиву которая продается какое нужно оборудование и сколько на этом можно заработать погнали друзья теперь давайте пару слов о самом интересном сколько же нужно вложений для того чтобы стартануться до бизнес-идей мясные чипсы на самом деле почти весь цикл можно делать дома на кухне то есть взяли кусок мяса порезали ножом замариновали убрали в бытовой холодильник засунули в духовку на обычных противнях достали и вам вниз потребуется только обычный запайщик это и без него можно обойтись грубо говоря утюгом прижигать через тряпочку это если совсем делать на коленке совсем очень просто если это делать более-менее коммерческих масштабах погнали первое что вам понадобится весы 2000 рублей запайщик лотков первый который у меня был до этого год два года назад я покупал его покупал за 45 этот я купил за 28 тысяч рублей сам запайщик 28 пленка 2 дегидратор дегидратор конечно это самый простой кухонный мы сейчас на нем стартанули уже заказали промышленный профессиональный скоро на канале вы увидите обзор этого дегидратора такой дегидратор архот на 10 лотков стоит 14 тысяч рублей обязательно нужен вот такой слайсер но на самом деле первый раз когда мы начинали делать мясные чипсы еще два года назад мы резали все ножом это очень неудобно сейчас очень удобно большой объем можно перерезать на слайсере слайсер у нас тоже архотовский мы его купили новый за 20 тысяч на самом деле больше можно купить тысяч за 5 за 7 они по сути ничем не отличаются главное чтобы у него был механизм подвижный не скажем так не заезжен ну и все и упаковочный материал это лоточки к нашему запайщику да ну и конечно же холодильная камера или обычный какой-то холодильник тот холодильник где вы будете хранить охлаждать сырье на процессе маринования и там где вы будете хранить готовую продукцию так друзья ну и давайте теперь в целом как проходит наш цикл то есть мы сначала берем мясо мясо самое важное должно быть заморожено если это будет охлажденное мясо вы не сможете его нормально нарезать на слайсере так как она у вас будет заворачиваться елозить толщина слайса будет разнокалиберная при замороженном варианте сырья равномерно придавливаете на слайсере и получаются очень ровные четкие чипсы это первый нюанс значит какой толщиной нарезать слайсы на чипсы друзья мы сейчас нарезаем 6 миллиметров когда она размораживается но становится где-то миллиметров 5 то есть на миллиметр сужается и в итоге когда весь процесс сушки проходит мясо становится почти прозрачным полтора два миллиметра нарезали мясо дальше самое самый важный момент нам нужно выложить мясо ровными пластами для дальнейшего удобства выкладки на противне и все это дело рассыпаем нашим фирменным маринадом равномерно посыпаем на наши кусочки друзья это можно бы делать ваши мешалки или вакуумном массажере но так как у нас мясо замороженное то момент механической механического перемешивания мы можем повредить наши чипсы маринуем и нашей фирменной посылочной смеси друзья если кому-то интересно обязательно переходите на наш канал у нас есть ролики о том как мы делаем нашу фирменную смесь и на нашем канале также есть ролики о том как мы делаем чуть сыровиальное мясо друзья после того как вы замариновали мясо убирайте его на 24 часа в холодильную камеру для того чтобы мясо пропиталось специями солью волокна немножко растворились в соли среагировал консервант 24 часа при температуре плюс 2 плюс 6 далее мы его через 24 часа достаем и выкладываем на наши противни после выкладки на наши противни мы заряжаем наш дегидратор закрываем зависимости от толщины нарезки мяса у нас 6 миллиметров выставляем по времени где-то 8 с половиной 9 часов нужно будет наблюдать температура 55 градусов при этой температуре мясо будет прозрачная красивая эстетичная и вкусная не пересохнет друзья ну давайте честно произвести какой-либо продукт на сегодняшний день на самом деле составляет никакой сложности и многие из вас об этом часто пишут в комментариях под нашими роликами друзья и сегодня я хотел вам рассказать о очень полезном сервисе который помогает продавать данную продукцию через онлайн магазины которые повышают конверсию покупателей до 30 процентов интеграция сервиса айзон в виде кнопки посмотреть живу дает возможность вашим покупателям показывать товар прямо онлайн и задать все интересующие их вопросы что несомненно даст увеличение конверсии на покупку до 30 процентов снижение количества возвратов за счет живой консультации и получения уникальных покупательских инсайтов из первых рук для создания более точных предложений компания айзон дает бесплатный тестовый период на три месяца легкая интеграция на ваш сайт и marketplace озон открывают помощь настройки для пользования все так просто как раз два три покупаете кликайте кнопку посмотреть живую на сайте в этот момент на странице открывается виджет айзон в котором покупатель отправляет запрос на проведение онлайн-трансляции продавец получает запрос приложений принимает его и присылает покупателю виджете ссылку для подключения к онлайн-трансляции покупатель подключается и начинается видео демонстрация и продажа вы получаете лояльного довольного покупателя и качество обратную связь по вашему продукту то есть течение восьми часов проверяете визуально смотрите готовые ли чипсы достаете обязательно убирать и охлаждаться то что если вы сразу будете готовы чипсы упаковывать в запайщики лотков то там будет оставаться жар влага еще остаточная от тепла и будет конденсироваться конденсат будет превращаться во влагу а влага в нашем продукте губительно так как срок годности у нас всего лишь 45 суток при температуре хранения от плюс 2 до плюс 20 при полном отсутствии влаги позволяет поддерживать такое срок хранения то есть всего лишь 45 дней в отличие от нашего сырояльного мяса который хранится полгода но там упаковка идет в вакууме здесь просто запайщики лотков друзья на самом деле кто в очень больших масштабах занимается производства мясных чипсов у них есть специальное оборудование которое закачивает газ в лоток и там сроки хранения увеличиваются до трех месяцев но такое оборудование стоит от полумиллиона рублей мы пока что на него не заработали поэтому запаиваем в обычном запаечке без газа кто-то заксовывает даже пакетки есть такие силикогель кидают мясо раньше видел многих производителей поставщиков этой продукции аналогичный метод засовывать силикогель в надежде что избыточная влага будет в него впитываться то есть под принципу когда вы покупаете в магазинах обувь и когда достаете картоночку из внутри обуви там такие маленькие пакетики с силикогелем вот по этому же принципу некоторые производители делают хотя это запрещено использовать силикогель вместе с продуктами остудили мы наши чипсы берем лоточек значит лоточки бывают под две матрицы матрица бывает сто восемь седьмая и по моему двести десятая друзья могу ошибаться но цифры плюс-минус такие значит они отличаются вот этим размером и отличается глубиной у нас глубина по моему 7 сантиметров а матрица сто восемь седьмая и в наш лоток при нашем проценте усушки влазит ровно 400 грамм многие производители делал полукилограммовый для удобства подсчета подсчета конечно же удобнее делать полукилограммовый лоточек так как умножаем на 2 получается килограмм но если рассматривать с точки зрения коммерческой составляющей данного процесса то лучше конечно делать фасовочку чуть чуть меньше и тогда пачка будет стоить чуть дешевле и когда человек будет на полке видеть плюс-минус одно и то же готовое изделие про готовый продукт но при этом визуально одинаковый но по факту на 100 грамм меньше конечно же мы будем более конкурентоспособными друзья теперь давайте поговорим о том сколько же получается готового продукта после усушки значит если мы берем курицу и индейку там где нет жира то усушка у нас получалось плюс-минус один процент сухой остаток 40 процентов то есть с одного килограмма 400 грамм готового продукта то есть если мы берем один килограмм курицы или индейки то мы получаем с одного килограмма ровно один лоток 400 граммовый готовой продукции если мы берем свинину на которой да кстати свинину мы используем карбонат и на свинине есть приличное количество жирка жирок как вы знаете он не усыхает он может быть чуть-чуть стекает но фактически он теряет массы максимум пять процентов то есть практически остается масса неизменным и так как она он жир есть на карбонате соответственно какой-то его процент то в целом усыхает меньше то есть свинина усыхает до сухого остатка 450 грамм но курица на самом деле высыхать чуть чуть меньше чем 400 грамм там получается где-то 380 но если брать в среднем то коэффициент 0 4 то есть на курицы 380 на свинине 420 430 расчетная цифра это 0 4 то есть одного килограмма 400 грамм курица филе на сегодняшний день без шкуры без кости мы покупаем по 250 рублей и если мы не считаем ничего а только сырье и умножаем на 04 точнее делим на 04 то у нас получается 625 625 рублей за один килограмм получается себестоимость готового продукта без работы без упаковки без специи без аренды без амортизации оборудования общем без всего но это для удобства подсчетов чтобы вы понимали сколько вы можете приблизительно заработать денег если этим будете заниматься у себя дома на кухне делать так сказать на коленке в нашем случае конечно так как у нас есть уже документы декларация соответствия меркурий все официально на сыровяльное мясо под это же сыровяльное мясо подходит и наши мясные чипсы джерки у меня в руках комплект документов который нужен для того чтобы легально продавать сыровяльное мясо и чтобы вы понимали в принципе все продажи делятся на сертифицируемые и не сертифицируемые друзья ну собственно все теперь мы достаем наши чипсы охладили и теперь мы их упаковываем нашим запачкам лотков и наклеим этикетку готова друзья ну скажите честно это по моему одна из самых простых бизнес идей на нашем канале которая требует на самом деле очень мало вложений и при желании можно вообще без них обойтись то есть жарить в духовке запаивать лотки утюгом нарезать ножом взвешивать на кухонных весах то есть 5000 вложений и вы по сути можете заниматься уже этим бизнесом и поверьте мне эта продукция она на сегодняшний день очень востребована и очень хорошо продается друзья большое всем спасибо за то что посмотрели этот ролик обязательно оценивайте его делитесь с друзьями и подписывайтесь на все наши альтернативные соц сети это вконтакте яндекс дзен и телеграм-канал друзья как обычно на этом я желаю всем крепкого сибирского здоровья всем пока